друзья привет я александр беляк рад вас приветствовать на этом проекте пребываем слове вместе мы с вами читаем библию сейчас мы находимся в книге пророка языкиля сегодня у нас две главы 4 и 5 я уверен что мы благословлены этим временем когда мы пребываем слове божьем и особенную ценность этого дает то что мы делаем это вместе поэтому не забывайте оставлять ваши комментарии и делитесь теми откровениями которые бог вам дает итак первые 24 главы книги языки иля сконцентрированы на грядущем суде божьем над иудеи и мы говорили уже раньше что перед пророком стояла сложная задача ему нужно было объяснить народу уже находившемуся в плену причины суда и предсказать падение иерусалима и дать им надежду через божье обещание о возвращении вчера мы читали в 3 главе о том что пророку было запрещено говорить что-либо кроме непосредственного послания божьего то есть на первых порах его проповедь должна была быть немая по всей видимости сутью этого было показать бесполезность для народа пророческих обличений ну раз вы все равно не слушаете что вам говорят тогда вы будете наказаны вот таким молчанием бога немота языкиля продолжалась почти семь с половиной лет вплоть до падения иерусалима глава которые мы читаем сегодня мы видим четыре символических действия пророка первые два пророчества символизировали осаду иерусалима а третье и четвертое последствия этой осады в качестве первого наглядного примера языкиль должен был изобразить небольшую модель осады иерусалима второе символическое действие состояла в продолжительном целыми месяцами лежание пророка на одном боку количество дней по всей видимости обозначало число лет нечестия и беззакония еврейского народа третьим знамением подчеркивалась бедственность ситуации в дни грядущей осады иерусалима при этом данное пророчество должно было оповестить евреев не только о скудности пищи но и о нечистоте и и ну и о четвертом знамении о котором мы уже читаем в пятой главе наглядно представлена судьба иерусалима языкиль должен был обрить волосы мечом это орудие убийства и это символизировал и символизировала грядущий позор сбритые волосы символизировали судьбу жителей иерусалима одна треть этих волос была брошена в огонь и это представляла тех кто умрет от голода и болезни вторая треть представляла тех кто умрет от меча ну а последняя часть представляла тех кто будет уведен в плен только небольшое число волос завязанных в полы одежды представляли остаток который бог сохранит здесь же в пятой главе и приводятся причины того почему бог наказывает израиль он поставил иерусалим как центр духовного развития для всех народов но он пренебрег своим высоким положением и жил не считая с его постановлениями и уставами поступая иногда даже хуже язычников которые были вокруг ну и пожалуй самым гнусным грехом было осквернение храма идолопоклонством о чем мы читаем в пятой главе в одиннадцатом стихе подводя итоги этих глав этих порочеств мы конечно же должны подумать и о том что мы можем применить для себя что бог сегодня говорит церкви и конечно же церковь сегодня является вот этим центром духовного преобразования общества и как говорит апостол павел в первом тимофея 3 15 должна быть или является столпом и утверждением истины то есть по идее каждая церковь должна быть столпом и утверждением истины но в любом случае истина церковь таковой и является в первом коринфянам в третьей главе 16 по 18 стих павел дает также и определенное предупреждение давайте прочитаем эти пару стихов разве не знаете что вы храм божий и дух божий живет в вас то есть сегодня мы уже не говорим о физическом здании храма сегодня мы говорим о храме как о человеке внутри которого да в в нашей духовной сущности живет господь мы говорим в сердце нашем живет господь если кто разорит храм божий того покарает бог ибо храм божий свят а этот храм вы изменилось ли требование божье к своему храму в новом завете нет храм все также должен быть святым поэтому бог не будет мириться ни с какими дала поклонством которое может возникать в нашей жизни интересно также выглядят эти несколько слов в 18 стихе здесь же 1 коринфянам 3 глава никто не обольщай самого себя то есть оказывается что есть какая-то опасность в том что мы можем быть обольщены тем что мы уже храм божий и вроде бы как может быть не так и обязательно заботиться о святости так вот не стоит себя обольщать давайте будем внимательны к слову божьему и будем получать откровение от слова божьего для того чтобы наши жизни изменялись они пытаться своими жизнями как-то оправдывать почему слово божье не может работать в наших жизнях надеюсь я не запутал вас своими размышлениями но вывод такой что образ нашей жизни должен поддерживать и утверждать истинность божьей церкви церковь столб и утверждение истины так вот пусть наши жизни утверждают поддерживают это пусть слово божье будет принято нами и проповедано нами а образ наших жизней подкрепит эту проповедь ну и желаю всем нам развиваться в любви к богу в любви к божьему слову и в любви к божьему народу будьте благословенны